Вертолеты санавиации начнут курсировать в Чувашии в 2020 году. Сейчас ведутся переговоры по закупке летательных аппаратов и организации посадочных площадок. Об этом сегодня на пресс-конференции по национальным проектам рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. Доступность и качество медицинских услуг – главный итог реализации национального проекта здравоохранения. Он стартовал в Чувашии с этого года и предусматривает несколько направлений. Министр напомнил, многие из них уже успешно работают в республике. Это и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновление парка «Скоры» и ее централизация. Из новостей – в 2020 году в Чувашии вновь появится санитарная авиация. Когда-то этот вид помощи был очень развит в республике. Со следующего года, со второй половины следующего года у нас появляются вертолеты. Тем самым мы будем обеспечить доступную медицинскую помощь в труднодоступных частях Чувашской республики. Шесть вертолепных площадок должны появиться на территории Чувашии. Сегодня мы уже введем переговоры. Важнейший показатель работы Минздрава – уровень смертности. Согласно статистике, самые частые причины летальных исходов – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и внешние факторы. И это области, которые требуют особого внимания и подхода. Больные, поступившие с тяжелой патологией, с тяжелыми случаями инфаркта миокарда, им своевременно и качественно оказывается медицинская помощь. И летальность от этих острых состояний у нас достаточно низкая по сравнению с другими регионами. Но основная проблема, которая возникает здесь – это своевременность вызова скорой медицинской помощи, своевременное обращение наших пациентов. Уже требуют переоснащения сосудистые центры. Они созданы несколько лет назад, но современные технологии развиваются быстрыми темпами. И за этим тоже надо следить. Такие же изменения ждут и онкологический центр. К тому же на территории республики планируют открыть дополнительные онкоцентры. В нашей республике будет создано 4 центра амбулаторно-онкологической помощи. В 2019 году в городе Канаш и дальше в центральной городской больнице, в городе Шумерля и в городе Новочебоксарск. Такой центр рассчитывается не менее чем на 50 тысяч прикрепленного населения. И в функции центра будут входить максимально короткие сроки обследования пациента от момента подозрения злокачественного образования до постановки стадии. Эти меры должны способствовать и росту продолжительности жизни. До 2024 года перед здравоохранением стоит задача обеспечить продолжительность жизни до 78 лет. Ирина Волкова, Бахтьяр Велиев, Республика.